Здравствуйте, друзья! Сегодня подборка на тему еды. Вам интересно больше узнать об алжирцах, а я хотела постараться не просто охарактеризовать, а рассказать вам ситуации, которые произошли со мной и которые, как мне кажется, хорошо показывают отличия между нашими национальностями и привычками. Конечно, я всегда напоминаю, что судить всех алжирцев только по моим случаям не стоит, потому что все люди разные и вкусы у них тоже. Но для меня эти ситуации стали толчком лучше изучать алжирскую кухню. После свадьбы первое время мы жили этажом выше от мамы мужа. Она, конечно, частенько у нас бывала, угощала традиционной едой, хвалила алжирскую кухню и спрашивала об украинской, спрашивала, нравится ли мне алжирские блюда. Я отвечала, что да, очень. Мне и вправду очень понравилась и нравится алжирская еда. Это, друзья, очень вкусно, очень просто, полезно и красиво. Но мне хотелось их угостить и нашими традиционными блюдами. Я привыкла, что в моей стране говорят, что всем нравится борщ, особенно со сметанкой. Что ж, я даже не сомневалась, что может быть по-другому. Зря. Я тогда только начала жить в Алжире и еще не знала, что там можно купить и где. Что ж, я написала список мужу, что мне нужно для борща. Он купила, я приготовила. Правда, фасоль я заменила на хумус. Не помню уже почему, наверное, не было дома фасоли. Я думала, что это же все равно бобовые, вкус не испортит. Действительно, все прошло хорошо. Мама мужа с интересом за всем этим наблюдала. Мне было понятно, что они такого раньше не пробовали. В обед мы все сели и покушали, все все съели. Сказали, что вкусно. В тот день еще была сестра мужа. Она спешила по делам и не успела покушать с нами. А когда вернулась, говорит, а где тут соус, что ты готовила? Говорю, в холодильнике. Знаете, что она сделала? Насыпала в сковородку, добавила яйца и пожарила. Мне было очень смешно, но я ничего не сказала. Она спокойно покушала и все. До этого однажды я готовила какой-то суп и оказалось, что дома крупы все закончились. Чтобы суп не был пустым, я решила немножко добавить кускус. Когда мужа, мама увидела, то у нее началась паника. Говорит, ах, нет, 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 не так, так нельзя. Говорю, ничего, нормально, больше ничего нет. Говорит, нет, нет, если бы в Алжире увидели, что ты делаешь, засмеяли бы. Эту ситуацию я как раз вспомнила, когда борщ с яйцами жарился на сковороде. Но это не конец истории. Отношение к борщу настоящее я узнала только через несколько лет. Оказывается, блюдо, можно сказать, для них было неплохое, но, скорее всего, не понравилось. Открыто не говорили, но через несколько лет пошутили, мол, ты капусту со свеклой варила. Я решила познакомить их с пельменями, предполагала, что у них может быть похожее блюдо есть, потому что, например, в Турции, Азербайджане, Грузии и других странах есть похожие рецепты. Только еда получается там другой формы и размеровая, по-другому называется, но я все равно решила сделать. Собралась силами, потому что в тот день у нас были родственники, включая детей. В общем, опять же, за мной наблюдали внимательно, что это я такое делаю, как я заворачиваю мясо в маленькие кружочки теста. Когда пришло время варить и закипела вода, я подошла к кастрюле, чтобы опустить пельмени в воду. И у меня тут меня начали спрашивать, причем так удивленно, ты что, не будешь это жарить? Говорю, нет, варить буду. Говорят, а потом жарить? Говорю, нет, только варить. Говорят, тесто с мясом не жарить, а только варить. В общем, я сказала, чтобы потерпели, будет вкусно. Не знаю, кстати, насколько им понравилось. Сказали, что вкусно, но мне до сих пор непонятно насколько. Детям точно понравилось, потому что они просили приготовить еще и назвали пельмени мясо внутри. В Алжире действительно очень много именно жареной еды. Даже картошку, например, наши родственники, предпочитают не пюре, а именно фри. Ну, тут даже нечего рассказать. Вкратце, я почти все их сама и съела. Вкусный рецепт, очень простой. В Украине точно бы оценили и съели с удовольствием. В Алжире же, мне кажется, ели, чтобы не обидеть меня. Короче, друзья, не зашли такие пирожки. Мне казалось, что это блюдо очень понравится мужу. Я с Украины специально привезла сметану и творог, потому что в Алжире, в нашем городке, не смогла тогда это найти. Что ж, я подумала, что, может быть, нет такого. И когда однажды возвращалась с Украины, то купила. Вот представьте, везла, планировала, думала об этом. Короче, приготовила и тоже почти сама все и съела. Жили мы тогда уже отдельно. В общем, муж попробовал половинку одного, сказал, что хорошо. Не зашла и эта еда. У меня даже начал комплекс развиваться. Я думала, может, это я плохо готовлю. Но когда я приезжала в Украину, то мои родственники с удовольствием кушали и кушают то, что я готовлю. Так что, друзья, оказалось, что дело тут все-таки в индивидуальных предпочтениях и, наверное, и в привычке. Я их приготовила, наверное, через три года после замужества. Не рискнула раньше. Готовила для нашей дочери. Ей нравится. Муж попробовал, тоже понравилось. Но вот не знаю, почему именно. Или сами сырники понравились. Или потому что были с медом, который муж очень любит. Вот такая жизнь с лжирцем у меня, а у него с украинкой. Иногда некоторые вещи не совсем понятны нам, но со временем ситуация проясняется. Изучать, друзья, различия интересно. Учиться новому тоже. И напишите, были ли у вас похожие ситуации, как вы реагировали. Расскажите об этом. Будет очень интересно почитать. И, друзья, я подготовила еще пять историй на тему еды. Это на случай, если вам понравится, если вам интересно. Поэтому, если да, ставьте лайк. Буду знать и продолжать в этом формате. И до встречи, друзья! Желаю вам того, что и себе желаю из добра!